Телеканал КРТ представляет Могу говорить, что наша наука, наша система здравоохранения победила смерть. Дело в том, что за три месяца, как у нас появились первые случаи коронавируса, мы уже объявили, что мы будем проходить сейчас поэтапно в нормальном состоянии. Почему? Потому что у нас уже количество активных случаев только осталось 206 случаев. К сожалению, 84 смертельных случаев были. Но у нас каждым днем идет уменьшение, значительно уменьшение активных случаев. Поэтому мы уже, наше правительство, государство решили, что мы поэтапно можем переходить уже в нормальное состояние. Как это удалось прямо при таких ситуациях, о которых вы говорили? Мы под геносидной блокадой, которая сейчас ужесточила намного еще хуже. Но это уже после прихода Трампа ужесточили еще блокады. Да, после прихода Трампа и сейчас при условиях коронавируса еще хуже стало. Но при таких ситуациях мы смогли победить коронавирус именно потому, что наша система здравоохранения учитывает прежде всего то, что Че Гевара говорил. Каждый человек значит, то есть для нас здоровье каждого человека, это для нас очень значительно для нас. Мы уже больше 30 лет развиваем биотехнологию. Эта биотехнология, конечно, делает свои открытия именно для нашего народа, для нашего населения. Все наши лекарства, которые производятся и открываются, прежде всего используются в нашем системе здравоохранения. И сейчас наука очень быстро подключилась именно на решение этого вопроса. Было очень много созданных препаратов, которые были созданы для других болезней. Но потом смотрели, что тоже реагируют на COVID-19 и они начали применять. У нас есть собственный протокол лечения. Кува предлагает этого протокола всех стран, которые хотят поделиться с ними. И у нас в этом протоколе включаются не только лекарства, которые принимаются и в разных странах мира по протоколам, которые ВОЗ подвердил, а тоже наши собственные лекарства, которые я могу потом рассказать. Если брать помощь Республике Куба другим странам в борьбе с коронавирусом, расскажите более детально, каким странам и конкретно чем помогла Республика? Во-первых, могу сказать, что до коронавируса уже Кува имеет бригады, так называются, врачей в некоторых странах. Больше 5-10 странах имеют кубинские врачи и кубинских работников, потому что там тоже медсестры. Как только появился именно коронавирус, все эти бригады в этих странах, которые есть сейчас, они подключились тоже в помощь этих странах в борьбе с коронавирусом. Но были еще другие страны, что у нас 11 марта ВОЗ объявили, что это уже пандемия. И 10 лет спустя этого Куба отправила первая бригада в Ломбардию. Через 10 дней уже была реакция. Да, была реакция в Ломбардию, в то время это был эпицентр коронавируса в Италии, и в Италии отправили мы 2 бригады. Из них одна уже вернулась, они уже победили коронавирус в Ломбардию, еще есть другая бригада. И всего вчера уже рассчитывали на 28 бригад всего. Сейчас в разных странах, могу потом вам почитать, сколько в каждом континенте мы отправили, которые сейчас борются на первой ряде, прямо с пациентами, которые болеют коронавирусом в этих странах. Куба всегда считает, что без солидарности мы не победим больше всего сейчас этого явления, которое беспрецедентное, и которое без солидарности нельзя ее победить, потому что мы сможем на Кубе лечить всех. Но если весь мир болен, как можно реагировать в мире? Поэтому солидарность всегда для нас была, наши принципы Кубинской революции, но сейчас в этой ситуации еще углубляются нужности, чтобы эта солидарность проявлялась еще больше. Все страны должны соединяться для того, чтобы противостоять этой пандемии. Вот все мы знаем, что Италия это достаточно мощная капиталистическая страна, богатая капиталистическая страна. И получается Куба, коммунистическая, вернее социалистическая страна, 60 лет под санкциями, помогает богатой капиталистической стране справиться с эпидемией. Ну то есть вы не делите получается на то, какой режим в стране капиталистический, коммунистический, социалистический и так далее. То есть почему получается, несмотря на то, что вроде как это идеологические оппоненты, все равно Куба предоставляет помощь таким странам? Да, идеология, конечно, имеет роль в создании социальных, особенно для социалистов, социальной блага человека. Но я думаю, что когда о человечестве говорится, здесь самое главное это человек. Поэтому Куба помогает. А вот это человек. Продолжение следует...